Приветствую вас, друзья! Сегодня расскажу вам о проблемах, которые могут возникнуть, если вы употребляете соду. Ведь мы знаем о её пользе, но крайне редко нам говорят о вреде, который она также может нанести. Сода – это продукт универсальный. Её и в качестве чистящего средства применяют, и как компонент для решения промышленных задач, и как лекарственный препарат. Повальное увлечение содой объясняется её широким спектром действия и довольно бюджетной ценой. Однако с её употреблением нужно быть крайне осторожным, ведь можно легко нанести непоправимый вред здоровью. Сода обладает рядом качеств, которые и помогают ей стать средством номер один против различных проблем со здоровьем. Так, например, известно об её противомикробных свойствах и нейтрализующих качествах. Поэтому она широко применяется в лечении гастритов при борьбе с кожными заболеваниями, а также для ингаляций и полосканий. В последнее время появилась мода на похудение при помощи пищевой соды. Медики же утверждают, что несмотря на кажущуюся безопасность такого продукта, пользоваться им бездумно не стоит. Ведь если перестараться и превысить дозировку или частоту приёма, можно получить достаточно большие неприятности со здоровьем. Самое основное противопоказание – это не употреблять соду в виде концентрированного раствора. Особенно опасно это для тех, кто страдает гастритом с повышенной кислотностью желудка, а также тем, у кого диагностирована язвенная болезнь. Но сода в виде порошка также может принести организму большой вред. Связано это с тем, что щёлочные свойства в ней намного сильнее и активнее, чем в водном варианте. Так, например, порошок соды при длительном контакте с кожей может вызвать её раздражение. Попадание же соды в глаза или на слизистые оболочки зачастую приводит к ожогам. Очень часто именно соду принимают в качестве идеального средства от изжоги. Однако медики с этим в корне не согласны и утверждают, что такой метод лечения наоборот приводит к обратному эффекту и ещё больше усиливает чувство жжения в желудке. Связано это с тем, что начинает выделяться углекислый газ в очень больших количествах. Он вызывает ещё больше вздутия желудка. Кроме того, приём соды провоцирует организм на ещё большую продукцию кислоты желудком. Не стоит принимать соду человеку, который имеет ограничения в питании, касающиеся продуктов с низким содержанием натрия. Если всё же очень хочется в такой ситуации опробовать лечение содой, то необходимо предварительно получить консультацию врача. Кроме того, следует помнить, что сода легко может вступить в контакт с рядом лекарственных препаратов. Поэтому стоит учитывать такой фактор и не употреблять содовое лечение. Если вы проходите курс медикаментов, также нельзя принимать соду детям в возрасте до 5 лет и беременным, а также кормящим женщинам. Вообще, употреблять соду внутрь можно только по очень большой необходимости. Регулярно же это делать ни в коем случае нельзя. Ведь такое отношение легко приводит к развитию язвы и даже её прободению. Также не стоит злоупотреблять и питьевыми растворами. Им очень увлекаются дамы, мечтающие похудеть. Доказано, что даже в небольших концентрациях при регулярном и многократном использовании сода способна вызвать внутреннее желудочное кровотечение. А это очень легко и быстро приводит к летальному исходу. Чтобы не рисковать своим здоровьем, лучше поискать аналоги, которые предназначены для лечения. Ведь сода это в первую очередь продукт промышленный, который чаще применяется в хлебопечении и кондитерском цехе, а также используется при создании искусственной кожи. Ну что ж, будет очень интересно узнать ваше мнение. А на этом у меня всё. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!